Здравствуйте, мои дорогие! И сразу хочу сказать, я очень хотела записать это видео, чтобы я была в кадре, но я опять заболела. И это полный кошмар. В общем, видимо, я тогда не долечилась, когда я училась. Учеба закончилась сколько? Неделю назад, наверное, да. Пол-то две недели. Уже не помню. Ну, в общем, недавно. Все, я сдала отлично. Все, в общем, отлично. Закрыла сессию. Конечно, в этот раз было гораздо сложнее, чем в прошлую сессию, но все равно было очень интересно, увлекательно. И, в общем, все продуктивно и положительно закончилось. Так что теперь я второкурсник. Уже перевели, скажем, на второй курс. Уже две сессии первого курса прошли. Вот. Я опять заболела. Я недолечилась тогда. И опять у меня горло болит. Я выгляжу отвратительно. Но мне очень хочется. Мне никогда так не хотелось снять видео о покупках, как сейчас, потому что покупок было очень много. Я очень давно не снимала такое видео. И есть о чем рассказать вам. Вот. С вами поделиться. Поэтому сейчас я вам сниму видео и пойду продолжать полоскать горло. Это какой-то кошмар. Покупки были. И, в общем, из всех мастей и размеров. Это были и одежда, и косметика, и уход. И, в общем, много чего. Так, поехали. Набирайте, наливайте чай, берите печенюшки и смотрите это видео, кому интересно. Вот. Я надеюсь, что я все собрала. Да. Давайте начнем с лаков. Сейчас вот я недавно выложила в Инстаграм такой лак, фотографии лака. Вернее, вот тут он абсолютно не такого цвета. Посмотрите, как у меня в Инстаграме он прямо один в один передался. Тут он кажется конкретно синим. Я не знаю, под каким светом его попробовать показать. Но тут вот он просто блекло-синий, некрасивый. На самом деле, он с какой-то даже фелевитинка-пастелькой какой-то вот с таким оттенком. И девушка сразу там написала, что хочет найти такой же. Номер 348 там у меня виден, но она не может его найти, поэтому номер просит уточнить номер. На самом деле, когда я сама его искала, вернее, у меня такая история была, я когда пошла в Ривгош в очередной раз, увидела его там, думаю, ну куда мне синий, я не ношу такие оттенки. И не купила его. Потом, в общем, я ходила и не могла его нигде найти, потому что я все-таки захотела его купить, а его нигде уже не было. И в итоге, недавно я пошла, случайно, совершенно в другом месте, нигде Лаки Эсси. В общем, видимо, кто-то передумал брать и отложила. В общем, мне повезло, я его сразу схватила. И номер, когда я тоже его искала, хотела прогуглить, в каких магазинах он продается, я нашла, что это 348 номер. Но у них в постоянной коллекции какой-то другой оттенок под этим номером идет. Это весенний, видимо, лимитный у них коллекция. И для весенней коллекции тоже вот этот номер идет. Называется он вообще вот тут Сюит Ретрет. Ну, как бы называется по-русски Мои апартаменты цвета вот этого лака. Я вас умоляю, посмотрите в Инстаграме, как у меня он выглядит, потому что вот я сейчас вижу через камеру и вижу вживую. Абсолютно другой цвет, вживую очень красиво. Я не любитель ярких лаков, но вот этот лак просто меня поработил. И там сейчас в Ревгоше лакция 3 равно 2. Я взяла вот этот и вот эти два лака. Какой-то из них мне пошел в подарок, но они все одинаковые цены были. Лаки Эсси, я на них подсела. Вообще вот эти две марки, мои любимые марки лаков, Мовал и Эсси. Раньше я считала, что это довольно дорогие лаки, но потом поняла, что качество этих лаков, оно того стоит. То есть он 350-400 рублей стоит, но, во-первых, его хватает надолго, во-вторых, это самая удобная кисть, которая может быть вот лично для меня. Она не широкая, не узкая, то есть вот тут довольно узкая кисть, и она не очень удобно наносит, но цвета очень красивые у этих лаков. Я их за цвета люблю. А тут и цвета разные, невероятно огромная палитра. Одного розового оттенка, там штук 5 видов, и вот это очень круто. И кисть широкая, удобно наносится, и держатся они долго. Единственное, давайте сейчас по лакам быстренько, это тоже из весенней вот этой коллекции, вот вместе с этим они идут. 101. Вы ищите, знаете, не по номерам, потому что, видите, они иногда двоят, а вот по вот этим названиям, если вам интересно, лак, вот по вот именно крышечкам, потому что они называются-то по-разному, и оттенки разные. Он такой вот пепельно-бежевый какой-то, очень красивый оттенок, называется Lady Like. На самом деле, вот этот лак нужно уже синий перекрашивать, потому что у меня вот тут вот он облупился, вернее сточился. Я вам скажу сейчас почему. В целом они так не делают. И вот такой вот розовый, но он практически прозрачный, розовых у меня миллион, но мне захотелось еще один. Так, Sugar Daddy. Фокусируйся. Так, вот. Оттенок 15. Ну, я говорю, не смотрите на номера. И облупился он у меня из-за того, что вообще у меня были две базы, прекрасные, одна беленькая, по-моему, такая для таких ломких ногтей, и одна с таким фиолетовым подтоном для отбеливания, типа, какая-то из них вот какие-то такие свойства имела. И они у меня обе закончились, и их я не могу найти. Я купила вот такие. Вот эта база, это топ. И я так подозреваю, что из-за вот этих базы и топа лак стал плохо держаться. То есть база, она вообще сама по себе, где она, вот название, First Bass, Base, она очень, видите, такая слишком жидкая, и она наносится просто такой, не то, что пленочка, она как будто ее там и нет. Когда вот она наносится, мгновенно высыхает, как будто ее нет. Но она позиционируется, как будто лак должен держаться там из серии 10 дней. То есть она продлевает жизнь лака так же, как и топ. Вот это продлевает жизнь лака. Но я хочу сказать сразу, не берите. Но Chips Heat, в общем, вот этот лак, топ, не берите их, потому что из-за них лак реально хуже держится, нежели вот на других базах Essie и с топом вот этот. Я очень люблю этот топ. Единственное, он начинает Evo Mosaic, защита маникюра. Единственное, когда начинает немножко подсыхать, его, конечно, уже сложно нанести, но она все пузырьками, потому что остается очень густым и толстым слоем наносится. Но когда он новый, и тем более он там 100 рублей, у меня таких бутылочек, наверное, штук 5 валяется, так и незаконченных. То есть до половины они доходят, начинают густеть, и я уже покупаю новый. В общем, вот это самый лучший топ. В качестве базы тоже от Evo Mosaic очень прикольная есть база. С ними очень долго держится маникюр. А вот с этими, на самом деле, вот они грешат тем, что вот эти кончики очень быстро начинают отлетать. Ну, в общем, да, расстройство немножко. В общем, не берите. Вот видите, они слишком какие-то жидкие, не вызывают доверия. Я их схватила, я как-то, что других не было, у меня все мои закончились. Я думала, что вот, ну, они будут долго держаться, ничего подобного. В общем, да, 6 минут, 7 минут, 7 с половиной минут про лаки проговорила. Опять будете ругаться. Ну, ничего, скостите для больной ругательство. В общем, да, купила еще один очередной миллионный тюбик Орли для удаления кутикулы. У меня и маленькие тюбики, и большие. В общем, самый лучший удалитель кутикулы. Даже бельведер он стал не такой, как был раньше. В общем, вот этот самый, самый хороший. Да, в этот раз взяла большой, чтобы уже не бегать, потому что маленькие очень быстро не окончаются. И лак, вот этот тоже мне оттенок понравился, такой прямо вообще весенний, живенький, немножко с каким-то таким перламутром. Такой романтик розовенький, да. Дальше. Консилер. Консилер Clorans, даже коробочку для вас сохранила. У меня есть отдельный пакетик с коробочками, чтобы я вам показывала коробочку. Не знаю, зачем я их храню, может быть, вам не принципиально, но я почему-то хочу показать продукт в полной его готовности изначально. Оттенок 01, серия Clad Minute. Консилер просто обожаемый мной, и я понимаю, что это самый лучший консилер, даже лучше Max Factor. Max Factor, он просто вот мой любимый, который Under Eye Concealer, он немножко послабше, скажем так, этот прямо вообще бомба. И, конечно, лучше и в Сен-Лорана, и лучше Никса, и, в общем, лучше другого в тюбике, который Clorans идет. В общем, самый-самый клевый консилер. 01 у меня оттенок. Instant Light Eclat Minute Clorans. Очень клевый, с кисточкой, такой классический, тут вот она крутится, выкручивается, выдавливает помпа продукт, кисть, просто вообще шикарно перекрывает все недостатки, не только под глазами, но и покраснение, очень, и в то же время плотный, но в то же время очень легкий, очень клевый. Хочу попробовать еще Shiseido, вот Liza On Air, вообще многие блогеры любят теперь вот этот консилер, как-то на него мода пошла, хочу тоже его попробовать, но когда я покупала, хотела чисто за ним пойти, вот за ним пошла, оттенка моего не было, по тестеру подобрала, а версии этой полной не было. В общем, переключилась на Clorans и не прогадала, тоже очень довольна. Вот, кто в поисках консилера, обратите внимание на Clorans. Дальше, моя новая любовь, русско CoShine, тоже абсолютно вообще наобум покупала помаду и угадала, оттенок 85 секрет, очень, очень клевая помада, просто божественный нюд, очень легко наносится, вот она у меня уже использована сколько, очень деликатный такой нюд дает, розовенький, на моих губах с моей пигментацией он выглядит как бы реально нюдовым, если чуть темнее пигментация будет, я думаю, что он будет выглядеть просто как блеск, а если чуть бледнее пигментация, чем моя, он будет выглядеть прямо как вот довольно розовенький, вот на моей он как бы вообще прям идеальный нюд. И очень прикольно держится, очень нравится, что он не взбивается ни в какие там трещинки на губах, не подчеркивает шелушение, то есть очень-очень довольна. И дальше вот эта помадка, я как-то о ней, наверное, глэмбокс я, по-моему, еще не выкладывала про глэмбокс, а может быть выложила. В общем, там пробничек, это помады положили. У меня еще до этого глэмбокса была куплена вот эта. То есть я пошла просто совершенно не догадываюсь, собственно, что это. Я, в общем, ее взяла. И оттенок прислали в глэмбоксе бежевенький такой, персиковый, но тоже он не очень мне понравился. И 106-й, там вот этот 106-й. Вот там вообще не очень много оттенков. Это новая такая коллекция их вышла. В общем, они очень, так называется, она очень, они гордятся, что вот тут все кожа, кожаная, кожаный натуральный футляр. Безумно неудобный. Руки сломаешь. Тут не очень сильно, конечно, надо ничего давить, но все равно вот это я один раз умудрилась прищемить там палец. В общем, ну это лично мои руки крюки, хотя я довольно творческий человек, умею все руками делать, но вот на такие вещи я не люблю. Обычную помаду, вот, ну это просто уже выпендриться надо было, понятно, сделали. В общем, отработать деньги надо. Конечно, дизайн красивый, но и в принципе наносить таким стиком удобно ее, но вот это запихивание, ну не знаю, не мое, вот это футляр не мой. Самый такой нюдовый, считай, оттенок я выбрала, так, у меня садится батарейка, как всегда. Нюдовый совсем оттенок такой выбрала, но он на моих кубах, знаете, он делает меня очень взрослый. Я думаю, что если хотите эффекта добиться взрослого лица, вот такой оттенок берите, для блондинок, он довольно женственный, довольно взросло-женственный, такой взрослая, такая вялая роза, скажем так. Очень, в целом он красивый, но он немножко густоват, он немножко липковат в какой-то мере, он как-то держится неплохо в целом, но как-то вот я не могу отдать ему пальму первенства, начиная с флакона и заканчивая, в принципе, самоконсистенцией помады. То есть, как бы помады-блески они считаются, но вот этот довольно тяжелый, нежели вот этот, просто такой очень легенький, очень клевый, берите его. Ну, вот этот, не знаю, двоякие ощущения. Дальше. Тема контурирования. Вот это я, привет. Тема контурирования взяла Дольче Габбана, она просто, ну, невозможна, вот эти все коробочки, вот эти все блестящие поверхности, это бесполезно, но хоть каждый день протирай, все равно она будет грязная. Так. Вот. Тема контурирования. Взяла я, куда кисточка? Кисточка выпала. Взяла я вот такого оттенка, он тут кажется прям такой шоколадный, на самом деле нет, он не шоколадный, он довольно не рыжит, довольно просто, вообще как описание идет его, он для начинающих контуристов, скажем так. И причем очень многие хаят вот эту кисточку, а она на самом деле, я ею не наношу, я думаю, что это натуральный ворс, и очень многим не нравится, как она наносится, а мне очень нравится, как она тушует. И вот, кто начинает знакомиться с контурированием, вот советует очень купить вот этот Дольче Габбана. Я никогда раньше этим не занималась, не выделяла скулы, там и так далее, не затемняла там вот эту лобную часть по бокам, но, как что-то меня черт дернул, короче, я думаю, хочу. Ну, в общем, в общем, я в тот момент опять тоже болела, это покупка месяца два назад была сделана. В общем, я поперлась, купила его в Литуале со скидкой, как всегда там скидки в Питере по жизни на 50% на все, так что, в общем, он в районе там, по-моему, трех тысяч стоит, ну, так вот в полторы где-то вышел, то есть нормально. И что я хочу вот все донести до вас, что для начинающих контуристов это самый лучший продукт, ну, вот, по крайней мере, многие так пользователи интернета говорят, что то есть с ними невозможно накосячить, они не рыжат, они не делают пятна, то есть очень легкий, такой вот тень легкую создают, и очень прекрасно они наслаиваются, то есть, ну, легко с ними работать, я вот говорю, что я не очень умею, но мне очень нравятся эффекты, вот на последних фотографиях в инстаграме, я думаю, что можно заметить, что скулы довольно выделены у меня стали, они у меня в принципе выделены, что у меня верхних зубов нет, ну, в общем, выдраны у меня шестерки все верхние, поэтому, как бы так, челюсть, она стала, как сказать, скулы выделены стали, вот, и, в общем, хороший, я говорю вам, что, сходите, посмотрите, оттенок там самый-самый, такой вот, совершенно он не румяный, это румяна, вообще это румяна, дольче габбана, как-то они там, ну, вы увидите, деблаж, ну, в общем, тут ничего люминисирующего нету, оттенок 22тан, сходите, посмотрите, просто очень-очень клево, я очень довольна, просто безумно, я не могу теперь не выделить скулы, причем, ну, не знаю, шикарно тушуюся, очень мне нравится, в общем, да, пошла я за зарядкой,